Традиционный музейный городок развернулся на площади перед музеем в 19-й раз. В этот раз развлекательно-интеллектуальные площадки были посвящены экологии, охране природы, здоровью детей и счастливому детству. Когда-то в 2005 году наш музей вышел за порог музея и начал работать на площади. Для того, чтобы, наверное, вовлечь в музейную среду гораздо большее количество людей. И он проходит в летний период времени, тогда, когда детки отдыхают и работают в пришкольные лагерях. В этом году музейный городок привлек более ста детей из пришкольных лагерей и детских садов, а также множество жителей города. Организаторы подготовили разнообразные тематические зоны, каждая из которых была направлена на развитие у детей интереса к истории, культуре и окружающей среде. В игровой форме дети изучали правила сортировки мусора, узнавали о животных Казахстана, учились основам безопасного дорожного движения. Также ребята пробовали свои силы в языковых заданиях и соревновались в интеллектуальных играх. Моя локация – это локация музейных Рокодилов, где участвуют дети. Мы загадываем пять экспонатов. Ребенок должен посмотреть в черный ящик, посмотреть и донести своим товарищам, какой предмет там находится при помощи книги и жестов. Наша локация называется «Нигма». «Нигма» с перевода – это либо загадка, либо как шифровальная машина. То есть к нам подходят детки, мы им придумываем кодовое название, кодовое имя. Они подходят, меряют свой рост, считают, допустим, рост задумчивый, подходят ко второй станции, прыгают, считают свой рисуночек, допустим, крокодил. Задумчивый крокодил меряют стопу красный цвет. Получается общее кодовое слово «задумчивый красный крокодил». Музейный городок снова подтвердил свою значимость как уникальное событие в культурной жизни Тимиртау. Этот день стал не только возможностью для детей узнать что-то новое и полезное, но и прекрасным способом провести время с семьей и друзьями. Тукжан Загимбекова и Игорь Евстигнеев. Новости Тимиртау. Новости Тимирта. Новости Тимирта. Новости Тимирта.